Побережье Абхазии растянулось на 200 километров от реки Псоу до реки Ингур и все пляжи там в основном одинаковые. Это песчано-галечная полоса и глубокое море. Да, далеко от берега здесь отойти не удастся. Сегодня мы посмотрим, какие же пляжи можно найти в Абхазии, которые хоть чем-то отличается от многих других в этом регионе и где лучше всего провести время. Многие едут в Абхазию как раз из-за пляжного отдыха, поэтому данный обзор поможет вам подобрать место, где остановиться. А где эти места с лучшими пляжами, сейчас и узнаем. Привет, друзья! Для этого обзора я отобрал десятку лучших пляжей Абхазии и открывает наш список пляж в поселке Цандрыбш – Белые скалы. Поселок Цандрыбш или бывший Гантиаде находится недалеко от границы на реке Псоу. Там множество пляжей, все они просторные, немноголюдные и вполне удобные. Но пляж Белые скалы особенный. На нем расположены природные известняковые скалы ярко-белого цвета, которые спускаются прямо в воду, вместо колющей ноги гальки. Скалы эти приятные на ощупь, они не нагреваются даже в самый жаркий день и они не скользкие. Пляж Белые скалы – это узкая полоса из скал и мелкой гальки протяженностью около 200 метров вдоль железной дороги и Сухумского шоссе. Рядом с пляжем есть два небольших гостевых дома и частный сектор, расположенный на противоположной стороны дороги. Туда возят экскурсии, в основном это морские прогулки из Цандрипша, из города Гагры и из Питсунды тоже бывает. Недостатки этого пляжа – это то, что он считается диким и расположен на окраине поселка Цандрипш, поэтому добираться до него будет не очень удобно. Из достоинств можно сказать – это удобный ход в воду, и в хорошую погоду можно поплавать с маской, а также на фоне белых скал получаются очень хорошие фотки. Следующий в нашем списке городской пляж Сухума возле набережной Диаскуров. В Сухуме две набережные, одна из них в самом центре, на ней находятся все культурные и туристические объекты, но купаться там не получится. Она называется набережная Махаджиров. Но сейчас на ваших экранах пляж чуть дальше – над набережной Махаджиров, но все-таки находится в центральной части города. Пляж не очень широкий, но и не очень заполненный – там всегда есть места. Дно при заходе в воду пологое, без ям, но глубина набирается резко. Галька некрупная, прозрачность воды сильно зависит от погоды. Шторм случается редко, так как место находится в бухте и там есть волнорезы. На пляже есть прокат пляжного инвентаря и различные водные развлечения. Стоимость шезлонга начинается от 100 рублей, водный мотоцикл – от 1000 рублей 10 минут. Недостаток такого пляжа – это те самые волнорезы, которые портят вид. Из достоинств можно отметить хорошую набережную рядом с пляжами с кафешками и небольшими аттракционами для детей. Это был пляж на набережной Диаскуров города Сухум, а мы идем дальше по списку в город Гудаута. Выбор пляжей в Гудауте большой, но я бы хотел из них выделить тот, который находится рядом с парком, где колесо обозрения, которое, кстати, в рабочем состоянии. Пляж этот достаточно широкий, немноголюдный. Рядом с ним есть прогулочная зона, небольшая набережная, также есть парк на холме, откуда открывается очень красивый вид на море. Рядом с пляжем есть несколько недорогих кафе. Сам пляж очень чистый, но прозрачность воды будет зависеть от погоды. Что мне больше всего понравилось на этом пляже – это полное спокойствие. Нет ни громкой музыки неназорливых продавцов. Да и вообще пляж почти пустой, несмотря на то, что находится в курортном городе. Гудаута с ее пляжами как раз подойдет тем, кто хочет отдохнуть от постоянного пребывания в больших шумных городах. Из минусов как раз наоборот – мало развлечений и немного скучновато. В общем, город Гудаута постепенно развивается и, возможно, когда-нибудь сможет удовлетворить потребности отдыхающих всех категорий. Ну а следующий курорт у нас Алахадзе. Это небольшой поселок, который находится примерно в 5 километрах к востоку от Гагры. Поселок Алахадзе, конечно, небольшой, но пляж там просто широченный. Порой кажется, что это целая пустыня около моря. Естественно, на таком пляже места хватит всем, даже у кромки воды. А чтобы подойти к воде, там сделаны дорожки. На пляже Валахадзе, так же, как и на знаменитых курортах Абхазии, есть развлечение на воде. Можно воспользоваться лежаками и зонтиками от 100 рублей в день. Также работает душ и есть где переодеться. Вход в воду Валахадзе пологий. Калька мелкая, водичка чистая и прозрачная, а с пляжа открывается красивый вид на горы Гагарского хребта. Курортный поселок Алахадзе предлагает своим отдыхающим хороший выбор жилья для отдыха от недорогого частного сектора до самой дорогой гостиницы поселка Парадис Бич. Из плюсов отдыха в курортном поселке Алахадзе это как раз его огромный пляж. Там сравнительно недорогое жилье, а также вполне много магазинов и достаточно кафешек. Из недостатков курорта это то, что он находится не на основной трассе в Абхазии, поэтому доехать даже до соседней Гагра, пользуясь общественным транспортом, будет проблематично. Ну а теперь пришло время переместиться на следующий пляж в Абхазии, как раз в Гагру. Город Гагра самый первый крупный курорт Абхазии, если ехать от границы Псоу и по-прежнему считается самым популярным местом для отдыха. Это и туристическая старая Гагра, и развлекательная новая Гагра. Конечно же город рассматривается отдыхающими и для пляжного отдыха, и я скажу, что пляжи там везде неплохие. В новых Гаграх больше развлечений, но и заполненность пляжей очень большая. На пляжах старой Гагры в основном расположились санатории и пансионаты с закрытой территорией, но я бы хотел выделить один пляж возле Колонады и Приморского парка. Там есть все необходимое. Зонтики с шезлонгами, пляжные бунгало, также водные активности типа сапсерфинга, водных скутеров и бананов. Пляж там намного шире, чем в остальных местах города Гагры и немноголюдный. И вид оттуда просто шикарный. Вода очень прозрачная, нету полуразрушенных волнорезов, которые портят вид. Возле пляжа есть парк, колонада, ресторан Гагрипш, длинная пристань, откуда открывается прекрасный вид на горы. Там можно прогуляться по Жейкварскому ущелью, посидеть в кафе вечерком, пройтись по набережной. Из недостатков это небольшой выбор жилья, в основном которое все находится на склонах и дорого, дороже, чем везде по Абхазии. А теперь переходим опять в Сухум, а точнее в его пригород Келасур. Там нас ожидает еще один знаменитый пляж в Абхазии. Это Мокко. Мокко бич. Мокко это один из немногих песчаных пляжей в Абхазии. Находится он в небольшом пригороде Сухума, поселке Келасур, где пляжи, кстати, тоже все песчаные. Но в отличие от них Мокко еще очень хорошо оборудован. Это не дикий заброшенный пляж, коих очень много на востоке Абхазии, а очень даже хорошо облагоустроенный, со всеми видами удобств, от обычных лежаков с зонтиками до больших бунгало. Конечно же там есть душ и кабинки для переодевания, также есть камеры хранения и туалета, но они уже платные. Водных развлечений на Мокко тоже хватает. Все есть, от простого банана до гидроскутеров. Около пляжа есть кафе, бары, везде продают прохладительные напитки. Сам вход на пляж бесплатный. Теперь что касается моря. Если сам пляж песчаный, то спуск в море уже будет мелкогалечный. Дно пологое, глубина набирается быстро. Во время штиля и небольших волн вода всегда будет прозрачная. Так что на пляже Мокко можно очень хорошо отдохнуть. Лежаки плюс зонтики на двоих человек будет стоить 400 рублей на день. Из минусов пляжа это только то, что рядом жилье найти не удастся. Отойти пешком можно из Келосура, это около одного километра. Из Сухума туда можно доехать на троллейбусе за 5 рублей или на маршрутке за 20. Троллейбус номер 2, маршрутке 2 и 5. Ходят довольно часто. Ну а у нас на очереди еще один песчаный пляж, в 6 километрах к востоку от Пицунды, рядом с Мюссерским заповедником. Недалеко от Пицунды, около поселка Рыбзавод и Агараки, начинается длинная полоса обрывистого берега Мюссерского заповедника и великолепные песчаные пляжи с золотистым песком. Эти пляжи называют берег Монашеского ущелья или золотыми пляжами. Берег Мюссерского заповедника особенно красиво смотрится с моря во время морских прогулок. Обрывистые скалы просто утопают в море. Среди скал находятся небольшие укромные пляжи Мюссеры. Там же находятся дачи Сталина и Горбачева, но нас интересует доступный пляж, тот который находится в поселке Рыбзавод. Оттуда как раз начинается наш песчаный пляж и по нему уже можно пройти вглубь Мюссерского заповедника. Берега там почти везде скалистые, пляжи в основном песчаные, песок довольно мелкий. Возле воды, как и везде, есть полоса гальки, но есть и некоторые редкие места, где пляж полностью песчаный, почти как в Анапе. Но в отличие от Анапы, далеко от берега там уйти не удастся, глубина набирается быстро. На пляже также есть все необходимое, но конечно же в меньшем количестве, чем на пляже Мокка. Жилье можно арендовать в поселке Рыбзавод или Агараки, но все равно придется пройти до пляжа около полукилометра, примерно 10 минут. На самом пляже есть два гостевых дома, рядом с пляжем стоянка, кафешки и магазины. Добраться туда можно из Пицунды, автобусы и маршрутки ходят с интервалом в 40-50 минут. Также по расписанию два раза в день транспорт ходит на границу Псоу и в город Сухум и наоборот. Что ж, пляж хороший, водичка прозрачная, вокруг очень красиво и есть все необходимое, но и недостаток тоже есть, это удаленность от основных курортов и от основной трассы Псоу-Сухум. Это был пляж в Монашеском ущелье. Дальше мы возвращаемся в Гудаутский район. И в следующей списке у нас Белый пляж в Новом Афоне. Новый Афон Афон самое туристическое место в Абхазии и, наверное, нигде больше нет такого количества достопримечательностей на 10 квадратных километрах города. Это и храмы, пещеры, и водопад, и Лебединый парк, и станция Пцирска, и Купель, и гора с крепостью Анакопия. В общем, про Афон позже будет отдельное подробное видео, а сейчас нас интересуют только пляжи в Новом Афоне, и их очень много, потому что город вытянут вдоль берега и прижат горами так же, как и Гагра. Пляжи в Афоне в основном не широкие и имеют немного потрепанные водой и временем волнорезы, но Белый пляж, который находится на набережной Афоны неподалеку от Приморского парка с лебедями, очень широкий, и там нет волнорезов. Пляж хорошо оборудован, вход туда бесплатный, и там есть все, что нужно для отдыха. Можно посидеть рядом в баре, взять напрокат лежаки и зонтики. Также доступны водные виды спорта, а вечером на пляже работает небольшой кинотеатр. Из бесплатного есть только гигантские качели. Сам пляж очень красивый, галька ярко-белого цвета, наверное, отсюда и название такое. Море на белом пляже Афона чистое, а водичка очень прозрачная и во время шторма сохраняет синий цвет, а с пляжа открывается прекрасный вид на горы. Недалеко от пляжа проходит основная трасса Абхазии – Сухумское шоссе, поэтому добраться до пляжа будет очень легко. Теперь пришло время переместиться в Питсунду, и именно там находятся два лучших пляжа Абхазии. Пляж Лицзава Лицзавский пляж находится в двух с половиной километрах от Питсунды в сосновой роще, которая раскинулась вдоль берега от курорта Питсунды на 10 километров. Вход на территорию рощи реликтовой Питсунской сосны в основном огорожен, но в Лицзаве есть небольшой, так сказать, кулачок земли, куда можно свободно пройти обычному отдыхающему. На пляже очень приятно находиться, даже в жару там можно укрыться под сенью высоких сосен, а запах хвои и моря создают невероятный аромат. Пляж очень широкий, мелкогалечный, немноголюдный, на пляже можно арендовать шезлонги. Цены, как и везде, 100 рублей. Также предлагаются водные активности и морские прогулки в ту самую мюссеру. Вход в воду бывает с ямами, особенно после шторма, это один из недостатков Лицзавского пляжа, но и глубина набирается быстро. Зато вода там самая прозрачная, не зависит от погоды. В шторм цвет моря не меняется, и вода всегда остается приятного светло-синего цвета. Возле пляжа Лицзавы есть небольшой сосновый бор, там есть кафешки, продают сувениры. Но в самом поселке развлечений мало, поэтому, чтобы разнообразить свой отдых, можно доехать или даже дойти до соседней Питсунды. А мы теперь как раз перемещаемся в Питсунду на еще один пляж в сосновой роще, только уже больше. Пляж в курорте Питсунда считается одним из лучших в Абхазии. Тут и солнце, тут и ласковое море, где шторм бывает реже, чем в других местах Абхазии. Тут и чистейшая вода лазурного цвета в любую погоду. Тут прекрасная набережная, с которой открывается потрясающий вид на горы. И еще одно преимущество пляжа Питсунды по сравнению с другими пляжами Абхазии, это мелкое море. Да, от берега здесь все равно далеко не уйдешь, но здесь мельче, это было заметно. Питсунды это один из немногих городов в Абхазии, и здесь уже есть чем заняться. Там есть и кафешки, и бары. На набережной есть множество мини-развлечений, типа тиры или дартс и тому подобное. Есть даже небольшой аквапарк. С пирса возле набережной отходят корабли на различные морские прогулки. А на самой набережной проходят всякие культурные мероприятия. Есть и недостаток курорта Питсунда. Это экологический сбор 40 рублей, который нужно платить при входе в курортную зону с главного входа. Но его можно обойти, в рощу сделано множество лазеек. Или найти жилье там, где удобнее будет ходить на пляж. Итак, это был обзор 10 лучших пляжей в Абхазии. Прошел я почти всю Абхазию от Геншрипша до Чамчиры, но показал наиболее посещаемые места, куда больше всего едут. Список, конечно же, можно продолжать, а порядок в нем не обязательно должен быть таким, как в этом видео. Друзья, если знаете еще места, которые не вошли в данный список, пишите об этом в комментариях. Ну а на этом все. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!